Мы живем на своей родине, мы ее настоящее и будущее. Многие наши сверстники знают о войне только из учебников, по истории и фильмов. Мы же знаем о войне из нашей жизни. И мы также знаем настоящую правду о войне. Понимаем, почему нашим отцам, матерям, братьям и сестрам пришлось проливать кровь, защищая свой дом, своего отчистка. Мы гордимся подвигу наших дедов и прадедов, которые защитили нашу родину. И не забудем тех, кто освободил мир от фашизма в Великой Отечественной войне. Сейчас война идет не только на полях сражения. Она идет в умах людей. Враг пытается победить нас не только оружием. Он пытается переписать историю, подменить понятия и навязать чуждые нам ценности. Многие наши ровесники в других странах мира опустили руки и сдались, позволив забыть свою идентичность, культурный код и историю. Взамен они получили чужие ценностные ориентиры. Наша совесть так поступать нам не позволит. Мы, носители правды и честности, истории, и это знание мы, как и наши отцы, передадим своим детям. Наше поколение стало свидетелями страшной войны. Говорят, что история циклична, и все в этом мире повторяется. И вот спустя меньше века нам, молодому поколению, приходится защищать память о Великой Победе. Откорбной кривиты врагов. Мы не позволим им взять вверх. Мы будем с гордостью нести историческую правду фронтовиков и тружеников тылов на глазах у всего мира. Ведь именно они, ветераны войны, принесли этому миру Великую Победу. А мы, приняв эту эстапету, к чести пронесем ее следующим поколениям, не позволив никому переписать историю. Мы ответственны за развитие нашей республики. И именно мы уже сегодня должны укреплять ее государственность и определять политику. В то время, когда многие наши сверстники аполитичны, не считают себя ответственными за дальнейший путь своей страны, мы не можем стоять в стороне. Молодежная политика должна быть во главе ула прогресса, так как она нацелена на будущее. Настал момент, когда все больше молодых людей понимает. Время от меня ничего не зависит, уже ушло. Настало время, будущее зависит только от меня. Молодежь – это позитивная сила развития, делающая мир другим. Мы русские. Донбасс имеет свою стратегическую развитие и курс. Он был, есть и будет облотом единого и неделимого русского мира. Нам никто не может навязать, на каком языке нам говорить и думать. И мы должны встать на защиту всех русских, которые подвергаются дискриминации по языковому и национальному признакам. Мы обязаны сохранить свою историю, защищать культурное наследие русского народа, его аутентичности и традиции, а также всячески приумножать их и популяризировать. Мы в ответе за наше счастливое будущее, за наших детей, за то поколение, которое будет стремиться к лучшему, отстаивать интересы своего народа и помнить свое прошлое. Мы, молодежь Донбасса, обращаемся ко всему миру и к каждому молодому человеку в частности. Берегите свою родину, самую красивую, добрую, сильную и честную, потому что она у нас одна. Изучайте и бережно храните свою историю, крепите ее силу и могущество. Уважайте традиции, культуру, язык и самобытность своего народа. Не забывайте о подвигах своих дедов и прадедов, помогайте во всем старшему поколению, уважайте ветеранов. Проявляйте активную гражданскую позицию, ведь именно вы – будущее своего государства, и только вы в состоянии изгнить его к лучшему. Берегите мир на всей земле, потому что это высшее благо для всего человечества, за которое мы с вами вместе в ответ. Мы также обращаемся к молодежи Украины и призываем их задуматься над своим будущим, разобраться, по тому ли пути развития их ведет нынешняя власть. Является ли она властью в принципе, за какую цену они продают свои ценности и идеалы, и что получают взамен. Призываем молодежь критически мыслить своим умом, а не умом политиков, находящихся под внешним управлением. Сейчас наступил тот момент, когда нужно ответить на вопрос, верен ли тот путь, которому вы следуете. Только решив это, вы либо добьетесь успехов, либо растеряете все, что имели. Мы, в свою очередь, знаем, что в будущем поколении, и именно от нас зависит, в каком мире мы будем жить. Спасибо.